Движение восстановлено. А все поезда следуют по своим матчрутам через участок от Жигулевского моря до станции Химзаводская. Сильнее стали. Глава города Елена Лапушкина провела встречу с муниципальными служащими, чьи родственники принимают участие в СВО. Под пристальным контролем содержание контейнерных площадок. Об этом говорили на совещании в городском департаменте ЖКХ «Экология Самары». Зарядились энергией и хорошим настроением. В Самаре прошла лыжная гонка памяти бывшего руководителя департамента физической культуры и спорта администрации Самары Виктора Ольховского. Генерал-полковник Олег Плохой совершил рабочую поездку в Самарскую область. Во время рабочего визита статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, главнокомандующего войсками Национальной гвардии Российской Федерации, вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении служебно-боевых задач. В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Генерал-полковник Олег Плохой вручил орден за военные заслуги командующему Приволжским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенанту Сергею Просяннику. Медалей Суворова-Жукова из-за отличия в охране общественного порядка удостойна росгвардейца, проявившая мужество и героизм во время специальной военной операции. Также Олег Плохой представил личному составу временно исполняющего обязанности начальника управления Росгвардии по Самарской области полковника полиции Евгения Панкова. Евгений Александрович в войсках Национальной гвардии с момента образования, с 2016 года. А вообще за свою службу он прошел последовательно практически все должности. И срочную службу в внутренних войсках проходил, и работал милиционером отдельного батальона, и возглавлял отряд мобильного особого назначения. За период службы зарекомендовал себя как квалифицированный руководитель, который обладает высоким уровнем профессиональной подготовки, большим опытом службы. Находясь в регионе, статсекретарь, заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Плохой ознакомился со служебно-боевой деятельностью подразделений, входящих в состав территориального управления. Движение восстановлено. Все поезда следуют по своим маршрутам через участок от Жигулевского моря до станции Химзаводская. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. Напомню, сегодня на перегоне Жигулевское море и Химзаводская обнаружили посторонний предмет. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне было приостановлено. Специалисты обследовали посторонние предметы и убедились в безопасности пропуска поездов. Произошла задержка в движении пассажирского поезда Москва-Тольятти и пригородных поездов Самара-Тольятти и Тольятти-Самара. Сейчас все поезда следуют своими маршрутами, движение вводят в график. Безопасность, вместимость, комфорт. На площади Куйбышева городу передали новые автобусы. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Всего для города, а в начале этого года закупили 20 машин производства Узбекистан. Чем они оснащены и на какие маршруты выйдут в рейс, расскажет Ксения Баканова. Открывать, закрывать. Друзья, вторая дверь. Сергей Князев работает водителем почти 30 лет. Признается, за рулем нового автобуса чувствует себя уверенно. Мужчина уже успел оценить машину в движении. Ну, во-первых, машина очень мягкая. Во-вторых, нет такой вибрации, как на других машинах. Скоростная машина. Машина идет плавно. Не чувствуется таких ударов, как на старых. В Самару прибыли 20 автобусов производства Узбекистан. Сегодня новые машины передали городу. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Последние пять лет обновлено в Самарской области только за счет федеральных и региональных средств порядка 350 единиц общественного транспорта. Это не только автобусы, это и троллейбусы, и трамваи, и новые вагоны метро. Но понятно, что на этом останавливаться никак нельзя. Надо двигаться вперед и в этой работе ускоряться. Машина отправится работать на популярные у горожан маршруты. Внутри каждого автобуса созданы все условия для безопасных и комфортных поездок. Для пассажиров предусмотрены удобные кресла, работает кондиционер, есть USB-отверстия для зарядки телефонов, установлены камеры видеонаблюдения. Между прочим, здесь есть даже камера специальная, которая непосредственно следит за работой водителя. Здесь есть и бегущая строка. Автобус оборудован специальным пандусом для маломобильных граждан. Поэтому, в принципе, мы очень рады, что вот эти автобусы среднего класса появятся на наших линиях. После торжественной церемонии автобусы отправились в парк. Их подготовят к выходу на маршрут. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Контроль за содержанием контейнерных площадок – одна из актуальных задач на сегодняшний день. Вопрос обсудили на совещании, которое провел руководитель Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Александр Андреянов. Мониторинг, проведенный на прошлой неделе, позволил выявить основные причины, по которым по ряду адресов вывоз мусора не был организован своевременно. Это нерасчищенные от наледей снега подъездные пути к площадкам, складирование крупного мусора рядом с контейнерами и плотно припаркованные машины, мешающие подъехать к контейнеру спецтехники. Недочеты устранят до 7 марта. А также предоставят фотоотчеты по результатам проведенной работы. Будут организованы выездные проверки. Контейнерные площадки приведут в нормативное состояние, а пути, ведущие к ним, очистят для беспрепятственного проезда. При этом профильным службам поручено своевременно и качественно содержать контейнерные площадки и пути к ним в дальнейшем. Вопрос этот актуальный, поставлен на спецконтроль. И мы будем добиваться того, чтобы все нормативные вещи, которые касаются контейнерных площадок, были достигнуты. Перевозчики и те, кто обслуживает площадки, обещали, что эти стройки будут соблюдены. Продолжаются работы по расчистке дорог и тротуаров от снега, а также их обработка противогололедными материалами. За прошедшие сутки на уборку улиц вышли 3377 дворников, выводили 492 единицы техники. Эвакуировано совместно с ГИБДД четыре автомобиля, припаркованных с нарушениями. Они создавали препятствия при расчистке от снега улиц Свободы и Физкультурной. Сегодня на дневную уборку направили 282 единицы техники и 3269 уборщиков. За текущий сезон вывезли более 439 тонн снега. Продолжается и аварийный ямочный ремонт дорог. Из 26 плановых объектов 8 привели в порядок. Литой асфальтобетон заполнил в совокупности 425 квадратных метров. Сегодня активизировали работы на улице Осетинской. Особый охранный статус обретут три здания в Самаре. Приказы об этом опубликовало Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Утвердили предметы охраны объекта культурного наследия регионального значения дом Комаровых. Здания 61 и 63 расположены на улице Куйбышева. К ним отнесли объемно-пространственную композицию объекта, его строительные конструкции, элементы декора фасада. Двухэтажный дом построил сын купца Комарова в 1856 году. Его внешний архитектурный облик решен в стиле позднего модерна с элементами классицизма. В частности, на фасаде расположен балкон с коробовым проемом, с ионическими колоннами, установленными на прямоугольные столбики и кованой решеткой ограждения. Его венчает карнизный пояс с высокими фигурными кронштейнами и украшает двухуровневые фигурные с липными элементами и растительным декором атиковая стенка над резолитом. Также в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России включили два жилых дома на проспекте Масленникова 50-х годов постройки. Дома номер 8 и 10. Они относятся к категории памятников, градостроительства и архитектуры. Их внешний архитектурный облик решен в стиле советского неоклассицизма. Теперь коротко о других событиях этого дня. В ночь на вторник три человека погибли в ДТП в Самарской области. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД. Легковой автомобиль двигался в направлении Самары от границы с Казахстаном по трассе А-300. В районе села Подъем Михайловка водитель машины выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым КАМАЗом, перевозившим строительные материалы. Водитель и двое пассажиров легковой машины погибли на месте аварии. Еще четверых пассажиров госпитализировали. На место ДТП прибыли сотрудники оперативных служб. Пожарные спасатели разблокировали и извлекли пострадавших из машины. Обстоятельства аварии выясняются. Пресс-служба УФСИН России по Белгородской области опровергла информацию о том, что отбывающий наказание актер Михаил Ефремов обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Ранее появилась информация, что администрация исправительной колонии, где отбывает наказание Михаил Ефремов, одобрила его УДО. Актер был осужден на 7,5 лет колонии после того, как в 2020 году стал виновником ДТП, в котором погиб человек. Актер находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В Самару привезут ковчег с мощами святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Святыня будет находиться в региональном центре с 10 по 17 марта в храме Софии Премудрости Божией. Собор находится на 4-й очереди набережной Волги, рядом с монументом Ладья. Святым Петру и Февронии молятся о крепком браке, о любви и взаимопонимании с супругом, о воспитании детей и здоровье близких. Просят благоверных и о решении семейных проблем и неурядиц. Ученые из России завершили экспедицию, в ходе которой изучали течение в глубоководном канале Видал в Атлантическом океане. Исследования проходили на глубине до 6 тысяч метров. Российские ученые стали первыми, кто провел гидрологические исследования в этой области. Океанологи измеряли скорость течения, температуру солености, щелочность воды, делали анализы растворенного кислорода. На основании этой информации они получили данные о циркуляции в труднодоступных океанских глубинах, что открывает возможности к оценке состояния океана, пониманию происходящих в нем процессов и изменений. Полученные данные позволят прогнозировать и предстоящие изменения климата. Более полутора тысяч российских мужчин приняли участие в приуроченном к предстоящему 8 марта опросе сервиса поиска работы. Они рассказали о том, какие необдуманные поступки совершают для женщин. Каждый четвертый респондент таким поступком считает женитьбу. Также представители сильного пола рассказали, что готовы ради встречи с любимой на долгие поездки. В этом признались 4% опрошенных или на переезд. 2% респондентов считают безумием признание в любви. Некоторые мужчины совершали ради любимой такие экстремальные поступки, как подъем в окно по водосточной трубе, прыжки с высоты, купание в проруби, а также увольнение с работы. Другие респонденты сообщили, что пели для дамы сердца сиренады и делали татуировки с ее именем. Глава города Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев встретились с муниципальными служащими, чьи родственники находятся в зоне проведения специальной военной операции, а также с добровольцами, оказывающими помощь фронту. Участники встречи поделились личными историями и рассказали, как собирают гуманитарные грузы. Расскажем подробности далее. Они не только ждут, но и помогают всем, чем могут. Плетут маскировочные сети, вяжут носки, шьют теплую одежду, закупают продукты, собирают гуманитарную помощь, а некоторые даже сами возят грузы на прифронтовые территории. Глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев провели встречу с муниципальными служащими, чьи родные и близкие ушли в зону СВО. По долгу службы или по зову сердца. Сегодня у нас собрали здесь мамы, жены, сыновья, мужчин, которые сейчас защищают нас в зоне специальной военной операции. Здесь присутствует наша территориально-общественное самоуправление, которые объединились и оказывают помощь фронту. Мне очень хочется сказать особые слова благодарности за вашу верность, за вашу преданность вашим родным и близким, за ваши ожидания. Собравшиеся поделились своим опытом поддержки бойцов, историями создания организаций и объединений, которые вносят помощь в укрепление тыла. Организатор движения Добродетелей «Ждем домой» Надежда Студинская рассказала, как собирают помощь на базе одного из ТОСов Куйбышевского района, а также сами изготавливают маск-халаты, шьют толстовки для военных. Большое количество женщин по всему городу, а сейчас уже у нас из области, привозят, вяжут носки. Мы даже в летний период не прерывали это. Хочу сказать, что вот эта вся работа, она не только оказывает помощь там, она сплотила людей здесь. Сейчас это такая большая семья. Это настолько объединило людей. Они сейчас живут этим, они ходят как на работу. Председатель городской думы Алексей Дегтев показал, какие печи изготавливают на самарских предприятиях для бойцов. И тоже поделился историями и планами по дальнейшей поддержке военнослужащих. Сегодня приобретается высокотехнологичное оборудование необходимо. Сегодня предприятие военно-промышленного комплекса, который делает основное несущее победу оружие, стал работать в три смены, то есть в круглосуточном режиме. И люди идут на это, потому что знают, что все нужно быстрее и больше. Сегодня собирается гуманитарная помощь. Напомним, встречи с семьями участников СВО, волонтерами и добровольческими объединениями, помогающими фронту, проводятся регулярно. В настоящее время по инициативе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления стартовал проект «Сильнее стали» как продолжение марафона «Служение». Ранее президент Владимир Путин учредил одноименную премию, которая присуждается муниципальным служащим за успехи в профессиональной деятельности на благо жителей муниципалитетов. Кроме того, в рамках поддержки участников спецопераций глава государства объявил о запуске специальной кадровой программы «Время героев». Ветераны и действующие бойцы с 1 марта могут подать заявление на участие в проекте. Андрей Бессонов, Константин Головин. События. Узнать адрес своего избирательного участка, время его работы и получить сведения о возможностях участия в избирательной кампании этого года, например, посредством голосования на дому или с использованием механизма «мобильный избиратель». На все вопросы жители Самары дают ответы члены участковых избирательных комиссий. В Самаре продолжается адресное информирование граждан о предстоящих выборах президента, которые пройдут 15, 16, 17 марта. Подробности в сюжете. Здравствуйте. Я с вашей участковой избирательной комиссией. Меня зовут Александра. Вот моя дальше. Очень приятно. Житель Самары Людмила Дурдина всегда ходит на выборы. Перед голосованием считает не лишним уточнить адрес избирательного участка. И хотя сейчас вся информация о выборах доступна, предпочитает живое общение с членами участковых избирательных комиссий. Ну, это, конечно, намного хорошо. То, что пришли, рассказали. Я другим расскажу, что у меня приходили, рассказали. На выборы хожу всегда. Это мой первейший долг, как жители нашей страны. Россию люблю. Всегда голосую. Узнать членов участковых избирательных комиссий, которые участвуют в информировании граждан, можно по фирменному жилету, бейджу с указанием номера избирательного участка и удостоверению члена УИК. На бейджу указан номер телефона горячей линии по выборам. Позвонив на нее, можно уточнить личность информатора или задать любой вопрос на тему выборов. У нас есть соответствующий график, который мы заранее согласовали. Ходим по домам. В некоторые дома нам приходится и квартиры приходить по несколько раз, потому что жителей нет дома. Поэтому пытаемся максимально информацию донести до всех жителей. Мы в любом случае оставляем специальные таблички. Мы оставляем информацию о приглашении уже в почтовый ящик. Адресное информирование граждан о предстоящих выборах продлится до 7 марта. Галина Топилина, Константин Головин. События. Зарядились энергией и хорошим настроением. В Самаре прошла лыжная гонка памяти бывшего руководителя Департамента физической культуры и спорта администрации Самары Виктора Ольховского. За медали боролись лыжники в пяти возрастных категориях от 9 до 18 лет. Ксения Баканова побывала на соревнованиях и готова рассказать подробности. На старте лыжной гонки самые юные участники. Они бегут дистанцию в тысячу метров. Десятилетний Петр Ларин встал на лыжи два года назад. С тех пор регулярно тренируется. В своей возрастной категории финишировал первым. Говорит, спортсмену важно обладать определенными качествами. Это поможет добиться высоких результатов. Тренировался, пытался ускорять темп, каждую тренировку. Гонка памяти бывшего руководителя городского департамента спорта Виктора Ольховского проходит уже восьмой год подряд. Площадкой для проведения соревнований стал лесопарк 60-летия советской власти. Она является заключительным стартом в лыжном календаре Департамента физической культуры и спорта. И хорошая возможность для тех, у кого что-то не получилось в течение сезона, поправить свой результат, улучшить его. За медалью боролись лыжники в пяти возрастных категориях – юноши и девушки от 9 до 18 лет. Дистанции рассчитаны на разные уровни подготовки. Они бежали 1, 3 и 5 километров. Организаторы отмечают – попробовать свои силы может любой желающий. Главное – подходить по возрасту и успеть подать заявку. Также ребенку необходимо получить допуск от врача. Сегодня у нас общий старт, свободный стиль. Из года в год у нас участники увеличиваются. Тем самым мы только рады, что у нас такая пропаганда здорового образа жизни. И что мы чтим память о Викторе Аминовиче. Победители гонки получили дипломы и памятные медали. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. Состав «Крыльев Советов» пополнился футболистом из Аргентины. Баскетбольную команду «Самара» ждет непростое испытание. В Екатеринбурге она сыграет с «Уралмашем» – лидером группы «Б» регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Самарской области завершился традиционный турнир по зимнему футболу «Зимний мяч. Богатые». Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». В Самарской области завершился традиционный турнир по зимнему футболу «Зимний мяч. Богатые». В соревнованиях приняли участие 44 команды из Самарской и Оренбургской областей. Соревнования проводились по группам мужчины старше 18 лет, юноши 17 лет и моложе, ветераны старше 35 лет, женщины без ограничения возраста. Команды играли одновременно на 10 снежных площадках размером 40 на 75 метров. По итогам турнира в категории мужчины старше 18 лет призовые места заняли. Восход Ковродел, Самара, первое место. Энергетик Пухвестнево, второе. Омега Смышляевка, Волжский район, третье. Среди юношей призерами стали первое место Луч, Чапаевск. Второе Нефтяник Отрадный, третье Волгарь, один Самара. Среди ветеранов победил Самарский Василек. Второе место у Ставрополя из Ставропольского района. Третье у Энергетика из Утёвки, Нефтегорского района. Соревнования женских команд выиграла Woman Team, Самара. Второе место с Шор, номер 12-1, Тольятти. Третье место Бузулучанка, Бузулух, Оренбургская область. В первом матче после зимней паузы Мир РПЛ крылья Советов в Ростове-на-Дону встречались с Ростовом. Матч завершился в пользу хозяев поля 2-0. Счет в матче открыли хозяева поля на 29-й минуте встречи. Подачу с углового замкнул экс-самарец Егор Галенков, 1-0. На 80-й минуте встречи вышедший на замену Иван Комаров довел счет до 2-0. В составе крыльев дебютировали Франко Ароско, вышедший на замену на 63-й минуте, и Кирилл Печенин, вышедший на замену на 84-й минуте игры. В следующем матче крылья Советов на стадионе Самара-Арена принимают московский ЦСКА. Игра 20-го тура Мир РПЛ состоится в пятницу, 8-го марта в 15.00. Состав крыльев Советов пополнится футболистом из Аргентины. Игрок будет выступать на правах аренды до конца 2024 года. Самарская команда имеет право выкупа на Ароско. В крыльях Франко будет выступать под 32-м номером. По словам директора клуба, Франко – это яркий молодой футболист, который способен сыграть в атаке на любой позиции. За ним долго следили, вели переговоры и довольны, что он перешел в крылья, отметил спортивный директор крыльев Сергей Корнеленко. Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на мартовские сборы. В список попали футболисты крыльев Советов – Александр Солдатенков и Юрий Горшков. Национальная команда проведет сбор в Новогорске. Сборная сыграет два товарищеских матча в Москве – 21 марта с Сербией и 25 марта с Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 21.00 по самарскому времени. Баскетбольную команду «Самара» ждет непростое испытание. 6 марта в Екатеринбурге она сыграет с «Уралмашем» – лидером группы «Б» регулярного чемпионата единой лиги ВТБ. Нынешний сезон дебютный для заводчан в лиге, но они совершенно не робеют на новом для себя уровне. Первый этап регулярки, по ходу которого они всерьез претендовали на прямую путевку в плей-офф, команда завершила с ничейным балансом побед и поражений – 13-13. А второй и вовсе проводят максимально собрано, одержав 4 победы подряд. К приезду «Самары» «Уралмаш» подходит с 6-матчевой победной серией. Особенно впечатляющим выглядит результат последнего матча «Уральцев» – 102-74 в Москве против «Руны». «Самара» и «Уралмаш» знакомы уже больше пяти лет, отыграв друг против друга 21 официальный матч в Суперлиге, Кубке России и Единой лиге ВТБ. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация «Самары» в телеграм-канале «Вести» с Дворянской сообщает, что 6 марта в Самаре будут включены электросирены. В городе будет проводиться плановая комплексная проверка готовности муниципальной системы оповещения. В период с 10.40 до 10.45 в городском округе Самары будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, установленные на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового пребывания граждан. Звучание электросирен означает сигнал «Внимание всем». Поэтому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приемники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке. Администрация Кировского района призывает жителей пройти диспансеризацию. В рамках ежегодного профилактического осмотра проводятся анкетирование, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, исследование уровня холестерина и глюкозы в крови, флюорографии раз в два года, ЭКГ, измерение внутриглазного давления ежегодно, начиная с 40 лет. По итогам обследований в рамках диспансеризации выявляются болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни легких и другие заболевания. Диспансеризация и профилактический медосмотр позволят выявить заболевания на ранних стадиях и предотвратить их развитие. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки рассказывает о том, что потребуется для передачи детей на воспитание в замещающие семьи. Обращение в органы опеки и попечительства по месту жительства с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями. Подготовка в школе приемных родителей. Постановка на учет в качестве кандидата в усыновители и прием документов для подбора ребенка. Подбор ребенка. Знакомство кандидата в замещающие родители с ребенком. Оформление документов для усыновления. Передача ребенка в семью опекуна. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках, в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok